Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь для принятия торговых решений. Сегодня, поскольку понедельник, состоится традиционный вебинар, правильный понедельник в 16.00 по московскому времени, в ходе которого мы разберем ту тему, которая наберет больше всего голосов в нашем голосовании в телеграмм канале. Поэтому обязательно примите сегодня участие. Очень хочется давать контент, который прежде всего будет соответствовать вашим запросам. Мы традиционно, буквально после моего текущего эфира, запустим это голосование, предложим 3-4 темы на выбор. Та, которая наберет больше всего голосов, станет основной темой предстоящего выступления в ходе вебинара. Ну что ж, друзья, мы продолжаем следить за новостным фоном, за рынком, за индексом американской валюты. Текущие котировки по индексу доллара 106.82. В прошлой неделе стало настоящим разочарованием для покупателей этого инструмента, потому что мы, они, скажем, у нас был одинаковый взгляд, рассчитывали на то, что индекс доллара сможет прорваться к новым локальным максимумам. Причем расчет был на наличие достойного фундаментального катализатора, триггера. Это данных по инфляции. Но, к сожалению, этот релиз стал причиной не роста доллара к новым максимумам, а, напротив, обвалил индекс доллара больше, чем на 3%. Это одно из самых крупных, одно, ну, скажем так, снижение за такой короткий промежуток времени, если говорить про торговую сессию четверга и пятницы, с 2018 года, по-моему. В рамках 2022 года индекс доллара набрал почти 20%, и вот фактически за две торговые сессии потерял 3%. Конечно же, преодоление поддержки 110 пунктов заставило очень многих нервничать и общаясь со своими коллегами, с теми, кто просто интересуется моим мнением. Конечно же, вопрос, что с индексом доллара будет дальше. Напомню, друзья, что изначально мы, конечно же, ждали этот отчет по инфляции, потому что я пытался через те условия, которые были на рынке, попробовать допустить, что базовый индекс потребительских цен мог легко выйти на новые многолетние максимумы. Но по факту цифр вы знаете, то, что базовая инфляция не выросла, снизилась с 6,6% до 6,3%. Основной индекс потребительских цен снизился с 8,2% до 7,7%. То есть, раз снижение зафиксировано в обоих показателях, я согласен с теми, кто считает, что это является первым индикатором, признаком замедления инфляции. И если мы вообще говорим о таком понятии, как замедление инфляции, значит, мы должны соотносить вот эту новую реальность с будущими действиями американского регулятора и с будущей риторикой, которая будет от него звучать. То есть, если, когда инфляция росла, мы принимали позицию, что ФРС обязан ужесточать монетарную политику, потому что высокие процентные ставки – это инструмент борьбы с высокой инфляцией, то, когда инфляция замедляется, конечно же, позиция американского регулятора должна измениться. Это все так, друзья. Но при этом я хочу снова сделать отсылку на комментарии представителей американского регулятора Джеймса Булларда, Мэри Делли, Лорет и Мейстер, которые отметили, что даже несмотря на снижение инфляции, ну, скажем, вот по базовому индексу потребительских цен до 6,3%, этот индикатор все равно остается почти втрое выше целевого уровня американского регулятора, который находится на отметке 2%. И Федрезерву, так же, как и американской экономике, предстоит пройти еще колоссальный долгий путь, прежде чем индекс потребительских цен стабилизируется в районе целевого ориентира. И этот долгий путь подразумевает, друзья, период, возможно, дальше, даже больше, чем в полугода. Соответственно, при таком раскладе мы можем пока что смело настраиваться на то, что Федрезерву будет и дальше повышать процентные ставки, причем доказательством этого является всем известный уже, наверное, инструмент FedWatch, который оценивает вероятность изменения ставки. Если до выхода отчета по инфляции, трейдеры допускали, что ставку могут повысить на 75 базисных пунктов. Сейчас, конечно же, это не так, в это уже никто не верит, но верит в то, что ставка повысит на 50 базисных пунктов с 4 до 4,5%. И вероятность такого сценария в 80%. Я думаю, что это уже фактически то, что близко с действительностью, которую мы увидим. В первом квартале 2023 года, то есть в феврале и в марте ставку в совокупности еще повысит на как минимум 50 базисных пунктов. Поэтому ключевая ставка американского регулятора к концу первого квартала 2023 года все равно будет в районе 5%. Друзья, это говорит о том, что она, скорее всего, так и останется. Самая высокая среди всех развитых стран, если анализировать ставки других центральных банков. Тоже рассуждаем, опять же, над тем, как дальше будет меняться монетарная политика. Здесь также нужно сказать, что я это повторял и в ходе своего прошлого брифинга, что один отчет, это, конечно же, еще не победа над инфляцией. Мы с вами, друзья, может быть и в каком-то формате фанатично настроены покупатели доллара. Ну, я уж точно. Но я готов изменить свою позицию, если будут для этого условия и основания. И, как вы помните, в прошлый раз я говорил, что если мы в декабре увидим еще один месяц, опять же, по снижению инфляции, когда выдают ноябрьские данные по инфляции, то тогда будет уместно уже пересмотреть свое отношение к доллару. Пока что, раз ФРС не готов отказаться от политики высоких процентных ставок, раз представители американского регулятора не дают нам сигналы, что политика существенным образом изменится американского регулятора, я сохраняю длинные позиции по индексу доллара и, соответственно, буду ждать, собственно, восстановление этого актива к значениям 110 и выше. Сегодня, кстати, в 16.30 по GMT состоится выступление заместителя председателя американского регулятора Лайль Грейнерта. Допуская, что ее риторика, ее комментарии тоже будут связаны с анализом последних данных по инфляции и с теми решениями, которые впоследствии будут приниматься американским регулятором. Но, опять же, я думаю, что вот мне очень понравилась формулировка на Bloomberg, что ФРС по-прежнему будет склонен к проведению чрезмерного ужесточения, нежели чем недостаточного, потому что меньше всего, чего хочет ФРС, это через какое-то время снова признать, что инфляция на самом деле возобновила рост, и в связи с этим регулятору придется активнее дальше повышать процентные ставки. Лучше оставить все как есть, сохранить прежние темпы, но, может быть, чуть-чуть менее агрессивные, но все равно проводить жесткую монетарную политику, которая будет благоприятствовать среднему и долгосрочному росту американской валюты. По другим финансовым активам, евро против доллара, как вы помните, я пока что из этого инструмента вышел, текущие котировки 1.0307, новостной фон, фундаментальный по еврозоне, по-прежнему негативный, информационный бюллетень еврозоны в пятницу подтвердил, что экономика ЕС продолжит снижаться. Рецессия также неизбежна, риск этого был обозначен снова, как и ранее. Британская валюта 1.1752, короткую позицию по фунту я сохраняю, на этой неделе будет представлен бюджетный план Риши Сунга, который, на мой взгляд, ухудшит рынчатое настроение, потому что трейдеры, скорее всего, негативно отреагируют, точнее, общественность, на сокращение государственных расходов и увеличение налогов. Нефть 96.19, ждем 100 долларов за баррель. Власти Китая приняли решение снизить период карантина для тех, кто имел контакт с заразившимся ковидом и для въезжающих туристов. Если раньше этот карантин в совокупности был около двух недель, сейчас это фактические недели. Многие воспринимают это как смягчение политики нулевой терпимости, что в конечном счете приведет к тому, что не будет уже новых локдаунов и таких серьезных изоляций, что поможет Китаю восстановиться, а нам поможет тоже рассчитывать на активный спрос со стороны Китая на углеводороды, что поможет котировкам нефти. Завтра блок данных из Китая, промышленное производство, ройничные продажи. Если статистика будет неплохой, то тогда продолжим расти и 97.98 долларов за баррель уже в ближайшие два дня вполне реальные цели. По золоту, друзья, рекомендую держать длинные позиции с целями 1800 долларов за тройскую унцию. Доллар иена, мы сделали цель 140 иен за один американский доллар, сейчас чуть ниже, 139.44, рекомендую пока что сделку закрыть. Биткоин 15986, ситуация, новостной фон и вот эта драма с биржей FTX продолжается. Я думаю, что в ближайшие недели мы увидим и услышим о многих компаниях, которые также по принципу цепной реакции будут вынуждены объявить банкротство из-за тесных связей с биржей FTX. И это станет причиной еще одной волны распродаж ключевого криптовалютного актива с целями 15 тысяч и ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!